Здравия, дорогие друзья! Намасте! С вами Ярослав Говоронцов Академия Семьиных Вношений Веда Думы и Green Mind Life и центр продолжения темы, которую я начал в предыдущем видео сексуальных энергий между мужем и женой что делать, когда муж хочет секса, а жена не хочет мне сразу вспоминается тема анекдот, когда муж будет женой среди ночи от 3 часа ночи и дает ей таблетку свою говорит, дорогая, таблетку возьми она говорит, зачем? У тебя же голова болит она говорит, не болит. А, не болит, иди сюда чтобы таких тем не было чтобы не было таких ситуаций поскольку, знаете, чем не заканчивается когда мы не получаем то, что мы хотим неважно, какие энергии есть ли у них потребности если мы их не получаем, мы доверяем от себя в семье то приходится искать их на стороне а мужчина находится любовниц и уходит там, где его любят или там, где говорят, что ты гордец, продвец, мудрец, если этого не дает ему любимая семья и вот это видео для того, чтобы вы были более осознанными в том, что вы делаете, как это у вас происходит в предыдущем видео я записал вопрос о том, что делать если жена получит секс чувственно на сердечной чакре а муж хочет или не хочет у него получается по мужски секс, а она хочет по женски что нужно делать здесь в этом видео сейчас я хочу рассказать тот случай, когда девушка ну да, девушка 31 год нам уже есть дети и она начала развиваться умно и дошла до такого состояния когда она говорит, что секс для меня не является приоритетом и мне в принципе он как бы совсем сегодня уже и не нужен поскольку я как бы уже развиваю ум и все остальное все пониже ниже четвертой чакры мне как бы не нужно неинтересно так получается и когда мы начали изучать ситуацию что же происходит на самом деле почему бы им вместе не подняться то есть чтобы муж тоже так смотрел если в семье оба находится на в одних ценностях то тогда проблем не будет но когда возникает разница то есть скажем кто-то хочет, кто-то не хочет возникают сложности и тем более в такой важной ну на разных этапах развития сексуальная энергия и сексуальная кем-то очень важна потому что как правило сегодня отношения строятся мы знаем, как строится и строятся прежде всего на сексуальной привязанности и отсюда потом происходит сложности если мы не включаем разум находимся и паркюра, именно двигаясь вот теми врождёнными качествами, которые, если иначе, для того, чтобы продлевать род. И на этих трёх чакрах, вы знаете, живёт всё живое, все самые мелкие организмы, все упущаются, размножаются и выживаются. Но мы, человек, имеем большую энергию, поэтому мы должны включать свой разум. И это видео также поможет многим тем, кто ещё не замужем. Осознайте то, что быть осознанным, когда мы выбираем партнёра, чтобы у нас было привязка как минимум на трёх центрах. И желательно, чтобы один из них был духовный центр, который начинается считаться чакрой, сердечной, другими словами. Так, давайте рассмотрим вопрос, пока тут я сижу, покушавши, отдыхаю. Отдохновение мне пришло, чтобы поделиться с вами о своём впечатлении. Да. Итак, данный кейс следующий. Девушка, да, девушка 30, не будет, есть дети, замужем. И ситуация такая у неё, что она сегодня говорит, что я не хочу секса. Я хочу развязаться духовно, а мужу нужен секс, и я не знаю, что делать. Как быть в этой ситуации? Я пытаюсь его поднимать на духовные уровни, но это не тянется, ему хорошо там внизу, в общем-то, и он вообще не понимает моё духовное развитие. Что делать? У нас долгий был разговор, больше часа. В общем, скажу сейчас вам такое своё резюме, которое я хочу до вас донести. Если так получается, ну и сегодня так часто получается, что у женщины, жёны наши больше ходят килофтрингом, развивается духовно больше. Мужики больше вкалывают опашу для того, чтобы зарабатывать денежку. Хотя женщины так же сегодня работают часто и наравне с мужчинами. Но так получается, что вы, женщины, или наши женщины, да, более держат нос по ветру. Меняется ситуация. Сегодня поднимаются частоты, меняется наш эвайермент, который вокруг нас. И для того, чтобы быть новой жизни, нужно поднимать свои энергии, поднимать энергии с нижней, с чакры на верхнюю чакры. И вот как это делать гармонично, чтобы семья не развалилась, чтобы все были счастливы и довольны. Об этом я буду сейчас с вами вкратце поговорить. И так, налицо конфликт. Женщина, жена говорит, я хочу жить на верхних чакрах, на духовности, мне секс не нужен. А муж как-то и, там, я вегетарианка, и, там, мясо не нужен и так далее. Замечательно, прекрасно, ва-ля, здорово. А муж как бы вот так и жил, так он и остался, ничего не поменялось. И, в общем-то, у нас пришли разногласия, получается, что делать. Ну, ответ простой. Поскольку вы в семье, значит, вы должны работать много, вы должны развиваться вместе. А не так, что один развивается, другой отстаёт. Во-первых, вы уже обезгла мужа, вы женаты, вы семья, вы единая целая, вас карма одна на поведение. Все, что у вас есть, вы делите, и хорошее, нехорошее нам воедет. Соответственно, вот это нужно присутствовать. Мы на подводном лобке, все, вы семья. Нам разводиться не к нему, мы не разведемся, мы будем всегда вместе. И, поэтому, ситуация, которая возникла, это мне всего в моей статане. Это моя задача. Так получилось, что когда ты выбирала себе мужа, и оказалось, что ты классом выше, чем муж, поздравляю, есть над чем работать. Сделали неправильный выбор, значит, надо больше будет работать. Поэтому, инфекция, как говорим, что нужно правильно подбирать партнера со своим классом, своей кастой, своими ценностями, со своими кармическими задачами, чтобы это всё совпадало. Если мы это не проверяем, и мы пользуемся в выборе партнера только феромонами и врождёнными чувствами для продления рода сексуальными, то это очень быстро заканчивается и приводит к таким вот ситуациям, когда кому-нибудь зашелихает, вы знаете, в течение полтора-два года, кому-то войдёт, может быть, три года, и начинается реально спокойная жизнь, когда мы смотрим, а что же дальше после этого. Потом выясняется, что тех важных ценностей, которые для вас важны, очень, они отсутствуют в вашем партнёре и развлекаются сложности. Но для того, чтобы этого не было, нужно правильно выбирать партнера, выбирать его не на первых трёх чакрах, хотя они тоже важны, но также пользуются и разумом. Такая мучмажность. Это так просто, да. И так, возвращаясь к нашему кресту, к нашей девушке, которая ситуация такая сложилась, что, в общем-то, она развивается духовно, поднимается вверх, а муж остался там внизу. Что делать? Что делать? Это простое. То есть мы должны заботиться друг о друге. Мы не можем ходить вперёд или оставать назад и быть на одном уровне, в котором мы были до того, как мы поженились, а только создали семью. Ты сам развиваешься, помоги своему мужу так развиться, помоги своей жене развиться. Мы должны идти в тандемию. Когда мы сильнее, мы крепче. И вот ответ для девушки, которая в этой ситуации. Я уверена, что такая ситуация на многих случаях происходит. И надеюсь, что вам это откликнется, а кому-то тема очень близка. Итак, в моём понимании должно быть так. То есть если девушка начала развиваться активно, более активно, духовно, мужу остался, значит, что ей нужно делать? Понимая то, что вдвоём это делать легче. И что муж должен быть лидером в этом процессе, в духовном том числе, в процессе обучения. А я сейчас нахожусь в роли солдата в этом теле, да, женщина. Я вроде солдата, а муж вроде генерала. И вот ставьте себе в эту позицию, как красиво, правильно поднести это понимание, те знания, которые вы получили, ходя на тренинги, семинары где-то с учителями встречались. Вы осознали, что да, духовность это очень важно, это классно. А муж не понял ещё, он не в теме. Вот подумайте, как вам донести правильно и красиво мужу, чтобы он принял это с благодарностью. Они говорят, что ты меня учишь пить, а у меня кто-то будешь, я сам в зале. В этой субординации, да? В какой роли? Вы находитесь в роли жены, в роли помощника. Муж тот, который гребёт на локте, гребёт вёслами и ведёт ваш корабль в нужное направление. Ваша задача — поддержать его, помочь его, а не кричать ему, «Дорогой, ты не туда рулишь! Что, глаза повылажены!» Собординация собидаем. И чтобы это было проще, попробуйте поставить себя в роль солдата. Хорошо, кто не может поставить солдата, женщина, поставить себя в роль любимой дочери. И как бы вы сказали своему любимому папе, то, что вы хотите, чтобы сделать магическое формула женщины, как общаться с мужем или с папой, чтобы делать то, что вы хотите, и получал от этого удовольствие. Вспомните эту формулу. На нашем канале есть эта формула, я буду специально для вас. магическое формула для женщины, как сделать так, чтобы ваш муж взял ответственность за семью и за вас, и делать всё, что вы хотите, и при этом получал огромное удовольствие. Вы не ослышались. Как сделать, чтобы ваш муж взял полную ответственность за вас и за всю семью, и делать всё, что вы хотите, и делать это с удовольствием. Да, есть такая формула. Я записал специально для вас, это было на летнем фестивале, у нас был фестиваль видической культуры в Одессе, и я вдохновлён и записал это для вас специально на нашем канале Вера Дом. На ютюбе смотрите, пожалуйста, на ютюбе. Окей, возвращаюсь к нашему кейсу с девушкой, которая развивается активно духовно, а муж там же остаётся. Итак, пометую о том, что мы должны развиваться вместе, и что в этом случае роль вот этого управляющего, ведущего и лидера должна быть у мужчины. Женщина, находясь в роли помощницы, должна донести это до мужа так тонко и ненавязчиво, чтобы он понял, что это очень-очень важно. Ну, пример такой, не знаю, допустим, попробуйте так тонко и ненавязчиво, что, смотрите, мы идём не от чего-то убегаем, не нужно делать так, чтобы муж убегал от мясоедства, от каких-то там низких энергий, а мы смотрим как, к чему идти, к чему мы хотим, что мы хотим достичь. Это всегда позитивно. Это не то, чего мы хотим достичь, не от того, чего мы хотим убежать. Вот подумайте, как мы уже своему мужу донести такую информацию, что вот, ну, дорогой ты знаешь, сейчас вот частоты другие, меняются вибрации, и вот люди, которые живут на низких вибрациях, они начинают валить, потом они тихо так уходят на кладбище и так далее. Подумайте, ваша женская мудрость, интуиция, вы знаете, как общаться с Богом, как ему довести осознание того, что вот то, что вы хотите ему сказать, оно очень важно. И очень важный момент, чтобы он захотел это, чтобы он сам осознался. «Да блин, да я сто лет уже знал, дорогая моя, ты правильно, спасибо, что мне напомнила, я об этом знал». «Да, да, конечно, конечно, да, да, я знал, я помню, ты мне про это говорил, я просто сейчас понял, что ты говорил про это полгода назад». Понимаете, да? То есть нужно играть внутрь, потому что… Тактика будет тогда, когда это принимает муж. Муж принимает решение, вы помните, что он генерал, а вы, ну, поможете? Ну, король бы королева, будьте, играйте эту прекрасную роль королевы, наслаждайтесь этой ролью, это прекрасное место, не надо делать рокировочку, окей? Итак, вы красиво так донесли до своего мужа, что, в общем-то, очень жизненно важно, необходимо поднимать вибрации, приходить на новые частоты, что линии, которые сейчас остались на технических частотах, начиная с 12-го года, начинают потихоньку уходить на классы, окей? Вы скажете, мы молодые, хотим очень долго жить и счастливы, в этом, дорогой, я хочу, чтобы ты был во главе до такого прогресса, я хочу равняться на тебя, понимая, что ты у меня лидер, окей? Ну, что тут в этом плане? Это вот так, у меня сейчас пришла такая идея. Вы, ну, каждая ситуация своя, и вы используете то, что вы умеете, вы знаете, ваш ум, ваша мудрость женская. Я уверен, что найдете, как этот вопрос решить. Но самое важное, вы должны муж дать прочувству, что он должен быть лидером в этом новом направлении. Сейчас модно жить на новых частотах, на высоких вибрациях, модно поднимать энергию жить, заниматься духовностью, это очень модно. Окей? Вот такая ситуация. Итак, вот ведем итоги нашего краткого обзора. Итак, у жены проблема была в том, что она начинается развиваться духовно, а муж остался на нежных вибрациях, мясоед, и больше третей чакры никуда не поднимался, ничего не интересовало. Жена сказала, в общем-то, хватит мне жить на низких чакрах животных, я хочу развиваться духовно. И, в общем-то, поднялась наверх и говорит, все, мне секс уже не интересен, что делать дальше. Мы понимаем, что должна быть гармония и все должны быть в жительную воду. Ты не можешь идти сам вперед, оставляя своего партнера позади, иначе развалится семья, а это будет большой грязь, то, чего недопустима ваша семья. Соответственно, коли уж вы такая шустрая узнали, что надо развиваться духовно, помогите своему мужу стать лидером в этом прекрасном направлении, чтобы он подумал, что это реально решение. И всячески поддерживайте его, окей? Помятую, что энергия четвертой чакры, откуда начинается духовность, это, опять же, девочки дорогие, это ваш приоритет, это ваша ответственность. Вторая четвертая энергия, это ваша, вы здесь доминируете. Поэтому, если вы хотите, чтобы муж поднялся, начал заниматься духовностью, это начинается с четвертой чакры. Помогите им в этом. Это и есть ваша ответственность, так же? Окей? Если вы это не сделаете, то вы просто проявляете эгоизм, и не говорите, что я такая продвинутая, продвинутая, а муж такой вот это мясоедный. Дорогая моя, вы все вместе, это с карман делится на двоих. Все на двоих, да? Как экипаж, команда экипажа, который идет в бойке велосипедиста. Финиш заканчивается на последнем, пересечем линию, финишер. Окей? Так что, если вы думаете, что вы такая будете просветленная и продвинутая, а муж там сапожник, это все считается на вас тоже. Это ваша тоже, это вся ваша карман на двоих. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать об этом поводу. Надеюсь, вам есть о чем подумать. Больше информации приходите на наш... А, кстати, да, завтра же, завтра, правда, мастер-класс на фестивале ArtPractic, который будет четыре часа. Тема у меня называется «Секс, деньги, любовь и духовность». У вас есть возможность прийти на этот тренинг на семинар, который будет всего лишь в час-полтора часа. Начинается в четыре часов. И у вас есть возможность получить какую-то более... еще какую-то информацию, если вас не присутствует, я буду. А, вот, пожалуй, все. Но, друзья, как всегда, я должен пожелать вам любви, радости и счастья. С вами был Ирослав Мудроворонцов, Академия семейных отношений в Ведодуме и тренинговый центр Green Mind Life. Я желаю вам любви, счастья, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг и любовь вернется вам к столице. Намастэ.